Поехали играть в игру, которая заняла второе место после восхитительных вампиров на голосовании. Может быть она окажется столь же блестящей. Я играл уже на релизе, дошел до первого босса, дальше не выдержал, потому что мне показалось, что это кал. Но все-таки From Game Creator Hideo Kozima comes all new genre defined experience. То есть здесь написано, что в жанре игр про курьеров это прямо comes, ну то есть кончать надо от этой игры. Вот, так что ну давайте попробуем на Next Genie Director's Cut. Это должно быть восхитительно и непередаваемо, во всяком случае я так думаю. Посмотрим как оно будет, в этот раз постараюсь пройти, ну или как минимум. Наиграть как можно больше. Сколько выдержу? Лохо! Это как бы привет тем, кто купил PlayStation 5. Так, ну я родился 8 марта. Смешно довольно, прикиньте, в международный женский день. Такой вот подарок маме получился на 8 марта. Если знать, кто вырастет, то не такой уж и подарок, наверное. Игра начинается в космосе. Где нам показывают заставку. Это что-то наверняка значит. Это что-то означает. То Кодзима всегда что-то значит. Однажды произошел взрыв. Он породил жизнь, какой мы ее знаем. А затем еще один взрыв. Последний взрыв, это был взрыв моего очка. Когда я узнал, что чтобы в Weekend League поиграть, недостаточно полторы тысячи очков набить. Кстати, забавно, что все актеры играли в каких-то фильмах, которые мне нравятся. Например, Норман Ридус в «Святых из Бундека», Матс Миккельсон в «Еще по одной», Лея Сиду. Я не знаю, к сожалению, фильмов с ней, но я помню, что есть нудисы из каких-то артхаусных фильмов. С ее волосатой пилоткой, так что наверняка она тоже хороша. Дочка Энди Макдаула играла в фильме, где Брэд Питт избил Брюса Ли. Не помню название. Бесславные ублюдки. Ну, я должен сказать, что Графин на пятой плойке реально не сильно отличается от того, что на компе. Вот если на PlayStation 4 я сразу... Пару фактов о том, каков ты секси. Если на PlayStation 4 я сразу бы говорил всегда, что приставки, мыльцо, кал, то здесь... Ну, я думаю, человек покажет, он даже не скажет на компе это или на приставке. Во-первых, количество кадров в секунду тупо топ. Во-вторых, четкость картинки, ну, вопросов не вызывает. Мотоциклисты, они такие, знаете. Я поэтому их и не люблю. Но в этом году их что-то маловато было. Вот, серьезно, уже сезон заканчивается. Походу, они все убились в прошлом. Не, серьезно, в этом году реально трех-четырех идиотов видел. В прошлом летом они просто, ну, задолбали. А, не-не-не, я хуйню сбазарил, пацаны. Нет, все тоже говномыло во все поля. Каков я в сексе был, донат? Ну, ребят, я помню, как на женском форуме, на котором я сижу, была тема с названием «Опишите свою сексуальную жизнь» названием фильма. И я ответил «Один дома». Вот. Но теперь я бы еще прибавил «Кулак». Помните этот фильм «Кулак», который мы смотрели? Также «Один в темноте» подходит, наверное. Да, что-то я зашел в фильм, и уже сразу играть-то уже не хочется. Собственно, вспомнишь какое-то говно. Кошмар, Кросс. Не могу переждать там дождь. Вообще ничего не слышу. Дождь громкий, звуки игры громкие, диалоги тихие. Ну, это прям беда современности. Ну, Александр Кошашбаев старался, а свести звукорежиссер ничего не в состоянии. Все, псориаз. Надо меньше в фифу играть. Я, блядь, поиграл два дня, и весь красный просто от нервика. Фу, блин, у него борода рыжая. Я уже говорил об этом, но еще раз скажу. Все-таки умеет Кодзима подобрать свои игры европейских женщин с необычной, но очень притягательной внешностью. Что это, что тянка из МГС последнего. Вроде не красавица по стандартам красоты, а что-то есть притягивающая. Ну, и Норман Ридос, конечно, тоже сексуален. Хотя, мне кажется, он ужинает Гиннесом парой пинт каждый вечер, судя по его опухшести. У него, кстати, кесарево сечение какое-то, я смотрю, было. Слушайте, а что если Норман Ридос женщина, на самом деле, в этой игре? Если твист именно таков? Я-то еще не играл, не знаю, в чем тут замес. Это он увидел Граффин на PlayStation 5 и осознал, что отличий никаких, а деньги уже уплочены. Я беру свои слова назад, она как-то, не знаю, на Алису Фрейндлих похожа. Не такая уж она и красивая, короче говоря. Слыхал про тебя. Как из служебного романа, короче. Правда? Бабка-то. Помните? Тоже мало что осталось. Вымокла от шеи до ног. Ничем помочь не могу. Я просто курьер. И все. Да. За кожей надо следить. Но она решила сразу показать, что его ждет, если он захочет на нее залезть, типа. Чтобы он потом лвялого не поймал. Ну все, пойдем доставлять умные лекарства. Хотя, если они такие умные, эти лекарства могли бы и сами дойти. Согласна. Так, господи, алкаш какой-то, что ли? Даже я тебе два чемодана бы донес, не наебнувшись. Ну серьезно. Лестница, ты его сдрежешь в рак или что? Да ё-моё, ну это смех какой-то, лол. Это, типа, средний уровень сложности такие эффекты дает? НИБА ТРЕВЛ 2028 года. Игорь, отдел утилизации. А ты Сэм Бордер? Ах да. Ты ж у нас не дотрога. В документах сказано у тебя фобия. Фобия. Русофобия, что ли? Да чего уж поганые ощущения. Это ведь контакт с той стороной. И мне не по себе. Погнали! Ну и хрень, конечно, а еще ужас, плязь. Как такое вообще придумать можно? Лучше бы дали какую-нибудь симпатичную школьницу на парень. Как в этом. В Биошоке. Или в Ластов Вася. Зачем это помладенец? В геймпад, кстати, какой-то ультравибратор встроили. Прям вообще пипец его колбасит во все стороны. У меня аж рука устала, на самом деле. Напоминает реально вибратор. Вот кто включал какой-нибудь вибратор, тот понимает, о чем речь. Раньше не так сильно колбасило. Бля, вот и заводи после такого детей. Только поспать ляжешь, блядь. Он орет и орет, блядь. Бля, я понял, чего не хватает в этой игре. Однажды произошел взрыв. Он породил жизнь, какой мы ее знаем. А затем еще один взрыв. И для нас он станет последним. Бля, я не могу больше эту еботень смотреть. Господи, я несколько раз начинал эту игру. И каждый раз я просто сдаюсь на первом часу. Ёбаный брат, какая же хуй тень, блядь. Так, давайте попробуем загрузить сейв, блядь, с PlayStation 4. Запустите игру с той учетной записью, которая была использована для создания этих данных. За подробностями обращайтесь к разделу сведений обновления на начальном экране Death Stranding для PS4. Так а если я ее продал, блядь? Ладно, понесли. Ну это, конечно, бесчестно. Сейв должен был перенестись. Блин, вспомнилась уморительная шутка из Симпсонов. Короче, там была серия, где Барт украл картридж с игрой из магазина. И его, типа, запалили копы и звонили на автоответчик. И он, чтобы Гомер не прослушал эту кассету, поменял ее на какую-то песню. И, типа, Гомер включает, и там какой-то мужик хриплый поет, типа, «Привет, мама! Привет, папа! Я в лагере Гранады!» И, короче, Гомер такой спрашивает, «Марш, типа, Лиза в лагере Гранады?» Это смешная хуйня была, я чуть со смеху не помер. Ну, когда мне было 9 лет, когда я это в первый раз увидел. Сейчас бы это, наверное, не произвело на меня такого комедийного эффекта. Но тогда это было, конечно, впечатляюще. Хорошо, спасибо. Наобязательно. Только штаны подтяну и сразу объединю. Может, кто еще помнит этот Рафлану, блядь? И, бать, она смешная была. Вообще, в детстве столько всякой тупой срани казалось веселой. Например, Адам Сэндлер. Президент Стрэнд верила в возрождение Америки. Она неустанно трудилась во имя объединения наций. Молодец. Молодец. Эта женщина просто восхитительна была. Надеюсь, я не должен напоминать тебе, что при перевозке трупов важна каждая минута. Тороплюсь, как могу. Через 48 часов после остановки сердца труп некротизируется и превращается в новую тварь. Мы не допустим такого с первой женщином-президентом по совместительству матери. Не станет она тварью. Мы верим, что эту страну можно возвратить. Америка жива. Вместе с бессмертной душой. А что по России? Как там дела? Могу только представить. Если в Америке так, то что у нас? Хотя, с другой стороны, раз тут радиоактивный пепел, то, наверное, у нас все хорошо как раз. Так я даже не знаю, как ее выкинуть. С ней на шею особо не побегаешь. С тела на шею. Ну что ты хочешь-то, блин? Бери нож по себе, чтобы не падать при ходьбе. Так, это что, блядь, музыка из Арканума. Почему так хочется спать? Да, было комбо. Я специально, типа, выбивал максимально. То есть, музыка из Арканума и игра из, я не знаю, сонного инферна какого-то. Игорь поставил мне лестницу. Да главное перетерпеть начало, малый. Я просто его уже проходил, и так как здесь кинцо по 30 минут, ну, блядь. Я только фильм «Корабль двойников» могу по два раза смотреть, все остальное меня утомляет. Бля, ну это RTX просто какой-то, ребят, на PlayStation. Я даже не видел такого освещения никогда на консольке. Я вижу, там кто-то лесенку поставил. Может быть, и... Я бы зассал вот так вот идти. Почему в игре с приличным сюжетом такой ужасный геймплей? Это намеренно сделано, чтобы люди, не покупая, смотрели прохождение на YouTube. Не знаю, это только предстоит выяснить. Я еще не проходил до конца. Это огонь вялый. Сэм, и второй груз тоже сожги. Что это? ББ-28. Образец, который выдали отряду Игоря. Он был на тебе, когда мы нашли тебя в кратере. А здесь он зачем? Он подлежит утилизации. Центральный узел разрушен. И наша штаб-квартира тоже. Потому что ББ не сработал как надо. В журнале Игоря все есть. Но ребенок жив. Его не починить. А вне капсулы он не выживет. Можешь шалеть его сколько хочешь. Решение принято. Утилизировать. Директор подтвердил. Да я бы сжег на самом деле. Че с ним таскаться? Эдакий аборт на поздней стадии. Сэм, что там у тебя? Плотность хиралия продолжает расти. Хана мне вот что. Их тут до хрена. Видимо, от тел, которые мы не успели доставить в крематорий. Но ничего не попишешь. Сможешь переждать дочь? Нет. Они приближаются к моей позиции. Нужно уходить, пока меня не заметили. Сэм, если тебя съедят, произойдет выплеск пустоты. Ты-то, конечно, вернешься. Но от округи останется один кратер. Прям в очко себе подключил, не иначе. Бля, какой напряженный момент, пацаны. Не хотелось бы спалиться. Пипец, я на дольше время задерживаю. Ай-я-я. Беги, беги. Отстаньте, болотные люди. Отстаньте. Не особо здесь и высоко, честно говоря. спускаться всегда легче чем залезать профсоюз подхилит орёт прямо с геймпада сука надрывается на один омерзительный девайс конечно но лучше бы это было колба с говном не так кринжового было все хорошо я всегда с тобой на закате выйду я на поле с коню мой малюшка давайте доебем нормана ридус смотря на его хуй смотрите уже трясет хотя скорее всего это просто актера трясло с очередного похмелдоса я тоже постоянно трясусь но я уже бросил пить я все равно не могу сидеть спокойно с учетом по барабану обычно он недоволен мала хрен то энергетик изменился ни хера себе раньше он монстр пил а те проплата закончилась видимо у монстра теперь это просто bridge с энерджи на отстой мне нравилось что он бухал монстр восхитительно толстозадый норман ридус 100 часов держит равновесие с помощью l2 плюс r2 ебучий кал сутулой собаки никакой сюжет не спас этот геймплей при письме спасибо это очень повеселило малыша то что я с графе ролл лицо 100 садова нормана ридус блин я не знаю мне что такое ощущение что все игры стали кемп мерзкими нахуй вот серьезно просто как-то омерзение вызывает что не форт что эта игра просто играю и блюю от всего коричневый мир который победил этот блять и утробный выродыш блять просто пиздец мне блять смотреть-то на это неприятно аж стилистически омерзительная хуйня какая все блять потные какие-то плачут постоянно прыщавые блять да система параметры игры минимальная сложность что такое да нет ну серьезно что они еще прикалывается мне заново все это прокликивать я же просто сложность поменял алё ебанутые блять и еще игры есть в playstation story на next гене